На месте села Пепелище. Лесные пожары и аномальная жара. Дорога отсюда ведёт прямику в ад. Изменения климата будут катастрофическими, заявляет ООН. Талибы наступают. Для них самая главная цель – добиться легитимности. Боевики уже контролируют границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Новые обвинения против Алексея Навального и его соратников. В России больше нет права протестовать. Коротко об основных событиях недели. Вертолёт с российскими туристами потерпел крушение на Камчатке. Восемь человек из шестнадцати, находившихся на борту, удалось спасти. Ещё восемь пропали без вести. Ведутся их поиски. Вертолёт Ми-8 компании «Витязь Аэро» совершал экскурсионный тур, когда упал на территории Кранотского заповедника. Первыми на место аварии на катерах прибыли его сотрудники. Именно они и спасли восьмерых пассажиров. «Я просто спал, потому что была видимость никакая. И я понял, что что-то произошло, когда мне просто вода потоком ударила в лицо. Ну, фактически через пять минут подошла первая две лодки. Мы уже думали, что ну ещё бы пять минут, и скорее всего люди бы начали тонуть. Не выдержаться было там на воде». По словам врачей, жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. «И в нашу больницу доставлено четверо больных. Двое из них – все молодые люди. Двое из них находятся сейчас в реанимационном отделении». На место крушения отправили несколько десятков спасателей и водолазов. Что стало причиной катастрофы, предстоит выяснить следователям. Но инспекторы, прибывшие к месту падения судна, говорят, что видимость на озере была плохой из-за тумана. Вертолёту Ми-8 было почти 40 лет. Сертификат его лётной годности истекал менее чем через год. Среди основных версий крушения называют отказ двигателя и ошибку пилотирования. «Что же оно так кричит-то, бедно?» Это село Бяськуэль, Якутия. Точнее, то, что от него осталось. В считанные часы оно превратилось в пепелище. Дома потеряли 176 человек. И они сейчас в бедственном положении. «Много домов сгорело. 34 дома – это очень много. Там квартир было много». Жители сгоревшего села местные чиновники уверяли, что ситуация под контролем. Но катастрофы избежать не удалось. В республике полыхает больше 150 пожаров. Дымом от них заволокло и соседние регионы – Красноярский край, Иркутскую область, Туву, Бурятию и даже города Урала. Справиться с огнём пока не получается. «Самое главное, что создаёт дискомфорт для местного населения, так как имеется задымлённость в ряде районов. В нескольких районах тушение затрудняется ещё тем, что задымлённость аэропорта, и мы не можем привлечь танкерную авиацию». «Не хватает авиации, не хватает отделений, местных отделений, людей не хватает. Не хватает вот этого постоянного мониторинга. Это всё стоит огромных, очень хороших денег». К счастью, от огня в селе Бязькуэль люди не пострадали. А вот многим животным спастись не удалось. Погибли коровы, свиньи, куры. Кошки и собаки получили ожоги. На помощь пришли зооволонтёры. Они забрали питомцев на передержку. Многим требуется серьёзное лечение. «Мы просто бегали. Быстрее, быстрее забрать. Потому что они уже сутки там сидели, помощи просили. Это же всё болит, это же больно. Такие эмоции не передать словами. Страшно. Очень страшно. На видео, конечно, это одно. А вживую это вообще ужасно». Огонь продолжает угрожать как минимум ещё 13 сёлам в Якутии. Сотни человек эвакуированы. Общая площадь пожаров достигает почти 4 миллионов гектаров. Из-за смога в Иркутске и Красноярске на этой неделе была нарушена работа аэропортов. Дым от лесных пожаров в Якутии впервые за историю человечества достиг Северного полюса. Об этом рассказали учёные из НАСА. Причиной лесных пожаров, среди прочего, называют аномальную жару. Из-за неё они бушуют сейчас в Турции, Греции и Алжире. «Ужасно. Я не могу вам объяснить. Это как фильм ужасов. Но когда вы смотрите фильм ужасов и вам становится страшно, вы можете просто сказать себе, окей, это всего лишь кино. Сейчас это не кино, это наша реальная жизнь. Уже неделю». Власти Греции объявили, что сами уже не справляются и обратились за международной помощью. «Вали! Вали! Вали!» Нынешние природные пожары специалисты считают серьёзнейшей катастрофой, которая сильно повлияет на климат и условия жизни. «К сожалению, будет становиться только хуже. По сути, это лишь начало, конца. Дорога отсюда ведёт прямиком в ад. В Турции и во всём этом регионе, я имею в виду от южной части Альпы до Средиземного побережья Севера Африки, лесные пожары будут бушевать постоянно. Вот почему я говорю, что это только начало. Всё будет гораздо хуже». Многие климатические изменения, которые в том числе приводят к аномальной жаре, уже необратимы. Человечество должно пойти на беспрецедентные меры для того, чтобы удержать рост температуры в пределах, не угрожающих глобальными катастрофическими последствиями, сказано в опубликованном на этой неделе докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата. Во Владикавказе на этой неделе 11 пациентов с ковидом погибли из-за сбоев подачи кислорода. Это случилось из-за прорыва трубы, которая подавала кислород пациентам реанимации и тем, кто находился на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. В Следственном комитете России сообщили, что главврач больницы, где всё случилось, задержан, а подозреваемыми по делу о смерти пациентов проходят около 20 человек. Работники больницы рассказали, что перебои с подачей кислорода здесь случались и раньше. Администрация знала о неисправности оборудования и месяц назад даже получила деньги на резервную линию, но так и не начала её устанавливать. Исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Миняйло пообещал обеспечить больницы республики кислородными станциями, предупредив, однако, что быстро их не поставят. Баллоны везут из других областей. Но есть и недоработки, скажем так, халатности и должностных лиц. Емкости, которые поставлены 6-8 лет назад, оказываются без документов. Соответственно, неосвидетельствами были. У нас ни одно лечебное учреждение, ни одна больница, неукомплектованы кислородными станциями. Рост смертности и заболеваемости коронавирусом в России продолжается с начала июня. На этой неделе максимальный показатель смертности в сутки был 808 человек. При этом власти Москвы, где больше всего заболевших в стране, сообщили, что число пациентов на аппаратах ИВЛ снизилось до минимума с начала лета. Осенью российские власти прогнозируют новую волну заболеваемости коронавирусом. Следственный комитет России предъявил оппозиционеру Алексею Навальному новое обвинение. На этот раз в создании организации, посягающей на личности права граждан. Это часть вторая статьи 239 Уголовного кодекса. Она предусматривает до трех лет лишения свободы. Дело возбуждено еще в феврале 2021 года. Речь идет о фонде борьбы с коррупцией. По данным следствия, ФБК побуждал людей совершать противоправные действия. А если конкретно, выходить на митинги в январе этого года. По мнению властей, акции нельзя было проводить из-за пандемии коронавируса. Адвокат Владимир Воронин предполагает, что уже к началу 2022 года новое дело против Навального может быть передано в суд. А решения по нему могут вынести до того момента, когда выйдет срок нынешнего заключения политика. У меня нет сомнений, что приговоры по новым делам будут вынесены до окончания этого срока. Чтобы, конечно же, не выпускать Алексея непосредственно на свободу. Подозреваемыми по новому делу также проходят соратники оппозиционера Леонид Волков и Иван Жданов. Ранее суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями и ликвидировал их. Граждане России лишены возможности выходить на мирные акции протеста. Такое гражданское право в стране фактически отменено. Об этом говорится в новом докладе правозащитной организации Amnesty International. По их данным, за последние 16 лет власти приняли 13 поправок, с помощью которых ограничили свободу собраний. Вместе с тем, российские регионы вводят свои, иногда даже более жесткие правила. Правозащитники также отмечают растущую жестокость полиции по отношению к участникам митингов и значительное увеличение штрафов за нарушение правил проведения массовых акций. В Amnesty считают, что таким образом российские власти пытаются контролировать любую независимую гражданскую активность. Правозащитники призвали прекратить преследование мирных демонстрантов и не применять к ним чрезмерную силу. А законодательство страны считают, нужно реформировать. Власти России сравнивали участников протестов с террористами и заявляли, что демонстранты сами провоцируют насилие на шествиях и митингах. Ровно год назад в Беларуси начались массовые протесты против результатов выборов президента. По официальным данным, победил на них Александр Лукашенко. Сотни тысяч несогласных с этим людей выходили на улицы несколько месяцев. Но протест жестко подавлялся. Участников акции избивали, задерживали и пытали в следственных изоляторах. По разным данным, погибли от 4 до 10 человек. Сотни получили ранения. Против лидеров оппозиции завели уголовные дела. Некоторые из них, как Мария Колесникова, арестованы. Некоторые вынужденно покинули страну. Светлана Тихановская в годовщину протестов выступила с обращением к белорусскому народу. Хороших новостей не будет, пока мы сами их не создадим. Законы будут приниматься не нами, пока мы не сделаем свой вклад. Политзаключенные будут сидеть столько, сколько мы им позволим. Какие же здесь репрессии? Я кого-то застрелил? Я кого-то убил? Александр Лукашенко дал на этой неделе большую пресс-конференцию, также посвященную годовщине выборов президента, где сказал, что прошлогоднее голосование проходило в условиях тотальной гласности, отверг обвинения в издевательствах и пытках над задержанными, вновь обвинил Запад в провокациях и угрозах безопасности страны и даже заявил о готовности разместить на территории Беларуси российскую военную базу. Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все вооруженные силы Российской Федерации будут размещены, если нужно. Еще на этой неделе МИД Беларуси запретил американскому послу работать в Минске. Власти отозвали прежнее согласие назначить Джулии Фишер послом Соединенных Штатов. Помимо этого, белорусское внешнеполитическое ведомство потребовало сократить штат американской дипмиссии до пяти человек. В МИД считают, что санкции США практически парализовали двусторонние отношения, и поэтому большему числу дипломатов в Беларуси нечего делать. Напомню, в этот понедельник США ввели новые ограничения против банковского сектора, энергетических, транспортных и строительных предприятий, а также калийные отрасли Беларуси. Ранее под санкциями уже находились нефтеперерабатывающие заводы, а также чиновники и силовики, причастные к фальсификации выборов и подавлению мирных протестов в стране. Общий пакет мер – самый масштабный в истории двусторонних отношений Беларуси и США. Движение «Талибан», признанное в России террористической организации, продолжает захватывать провинции и все ближе подбирается к столице Афганистана – Кабулу. По некоторым оценкам, уже сейчас боевики контролируют до 65% территории страны, в том числе границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он добавил, что боевики обещали не атаковать соседние страны. Но, несмотря на это, Москва продолжит совместные с Душанбе и Ташкентом учения в непосредственной близости от границы. Ранее Таджикистан уже попросил Россию помочь в сдерживании талибов, и президент Владимир Путин пообещал эту помощь оказать. Министр обороны Таджикистана заявил об ухудшении ситуации на границе. В Таджикистане находится крупнейшая за пределами страны российская военная база. В случае прямой агрессии она будет задействована, говорят российские власти. Наступление боевиков на фоне вывода американских войск из Афганистана шокировало правительство страны и его союзников. За последние дни талибы захватили сразу несколько городов на севере страны и угрожают наступлением на столицы еще 11 провинций. Во многих регионах продолжается противостояние боевиков с правительственными войсками, и США считают, что они способны справиться с движением талибан. «Афганские лидеры должны объединиться. Они должны сражаться за себя и за свою нацию. Мы продолжим выполнять свои обязательства в регионе. Но США понесли серьезные потери – тысячи убитых и раненых. Поэтому я не сожалею о своем решении вывести войска». Добавлю, что американские военные должны покинуть Афганистан до 11 сентября. Аргентинский нападающий Лионель Месси стал игроком французского клуба «Пари Сен-Жермен». Он покинул испанскую Барселону, за которую играл всю свою карьеру. Месси подписал контракт с ПСЖ на два года. Этот переход уже называют одним из главных трансферов в истории футбола. Сам Месси сказал журналистам, что его главная цель – снова выиграть Лигу чемпионов. «Я на самом деле счастлив. Все знают, что мой уход из Барселоны несколько дней назад был очень сложным. Я провел там много лет, и очень тяжело все поменять. Но как только я приехал сюда, я почувствовал себя счастливее». Это невероятное ощущение. После пресс-конференции Лионель Месси вышел к фанатам. Посмотреть на него пришли в Париже сотни человек. А к официальному магазину ПСЖ выстроились очереди из людей, которые хотят купить его футболку. Месси – одна из главных звезд мирового футбола и один из лучших нападающих в его истории. Уйти из Барселоны он был вынужден из-за финансовых проблем клуба. Играя за него, Месси, тем не менее, десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром клуба. Месси шесть раз получал золотой мяч – ежегодный приз лучшему футболисту мира. Это абсолютный рекорд в истории футбола. Аргентинскому нападающему 34 года, и по сообщениям СМИ, в ПСЖ он будет получать 35 миллионов евро в год.